всем большой привет всем здравствуйте спасибо большое что зашли на это видео и так в эфире мой пакет а это значит что видео будет у моих пустых баночках которых накопилось достаточно много тут полный пакет я собирала его где-то месяца полтора сейчас хочу поделиться небольшим обзором на то что у меня здесь есть тут прямо с трудом поместился весь мой мусор скажем так я не знаю что то набралось очень очень много я прямо еле-еле это все разложила даже некоторые вещи практически не помещаются в кадр немного там вылезают но я буду все вблизи показывать рассказывать и надеюсь никого не смутит такой формат хочу начать наверное вот с этого своего очередного сухого шампуня от батист за который мне уже должны наверное приплачивать ну просто уже надоел всем но я им пользуюсь опять еще одна банка у меня ушла в этом кстати месяце как-то меньше я пользовалась им поэтому только одна банка будет не будем на нем останавливаться все время у меня есть эта вещь еще раз уж пошли по волосам давайте начнем и покажу вот вам вот эти две вещи это будет шампуни и кондиционер от марки bumble and bumble их серия мэндик мне кажется в общем взяла их на пробу никогда не пробовала решила попользоваться взяла 250 миллилитров они кстати не слабо стоили мне кажется где-то со скидкой за 18 фунтов каждый мне обошелся шампунь мне в принципе понравился он хорошо пенился на мои длинные волосы неплохо работал кондиционер гораздо больше понравился он делал волосы шелковистыми более волосы были послушные сейчас вам тут показываю ингредиенты если кого интересует сульфатные шампуни я не покупаю как бы бессульфатные ну скажем так не знаю обычно не заморачиваюсь на этот счет в общем шампунь единственный минус что после него мне приходилось мыть голову как бы немного чаще так как голова свеже держалась ну где-то полтора-два дня обычно это дольше но вот с этим шампунем нужно было почаще мыть голову но кондиционер абсолютно точно рекомендую он очень очень классный понравился очень так шампунями разобрались давайте перейдем к телу вот эта вещь это был крем для ног у меня такая большая банка который я использовала марка немецкая ги боль наверное не знаю как она читается в общем покупала ее на амазоне большой профессиональный размер мне в принципе нравится действие этой вещи она должна была уменьшать усталость ног предотвращала запах ну я этим не страдаю но так вот тут заявлено и немного увлажняла хотелось бы немного больше увлажнения зимой честно говоря из-за большого количества мяты тут в составе и эвкалипта казалось что холодно ногам так что на лето отличный как бы крем но зимой мне было прохладно с ним долго очень пользовалась практически год эта банка у меня шла удобная кстати здесь помпа скажем так неплохой крем было как-то мне его тяжело достать вот в германии легче их купить но вот в других странах европы мне кажется чуть сложнее а потому что по моему это какая-то профессиональная марка но в принципе такой среднячок хороший даже больше к плюсу следующая вещь одна из моих самых любимых это вот такой вот лосьон от марки bath and body works это вообще шикарная вещь линейка ароматерапии это кстати стеклянная банка у меня здесь стресс-релив эвкалипт и чай очень классный запах прекрасно впитывался увлажнял шикарно на лету и на зиму просто шикарная вещь тут такая красивая даже помпа очень очень его люблю единственное маленький объем всегда стараюсь покупать его тоже по скидке когда есть возможность в общем это моё самое самое любимое средство вообще для ухода за телом еще один лосьон у меня закончился от bath and body work с розовой водичкой их стандартная линейка я их много но покупала когда была скидка тоже очень понравился вообще классная вещь пахнет долго потом тело и ароматы у всех все в принципе приятны у них во многих линейках и мне нравится то что действительно чувствуется увлажнение намного лучше вообще работают средства нежели это body shop буду обязательно точно покупать и у меня в принципе много таких вот вещей в загашнике еще кстати один крем вот такой вот у меня есть чистая линия не знаю почему схватила его у нас магазине использовала саблепих и понравился мне ну конечно вот этот немецкий был гораздо лучше но и чистая линия мне тоже как бы зашло хорошо я не жалуюсь мне понравилось все его действия быстро закончилась самое главное хорошая цена что всегда меня радует так по телу вроде прошлись давайте перейдем к вещам для тела и первая умывалка которая у меня закончилась наконец-таки год она у меня вообще была в расходе я вообще ругалась на нее долго это kills и эта линейка с календулой для жирной кожи я не знаю почему многие ее хвалят у меня кстати большой здесь объем 230 миллилитров еле-еле ее закончила вообще не понравилось ничего к сожалению плохо очищала кожу не то чтобы не до скрипа просто вот оставляла какой-то такой как будто слой на лице мне казалось не вымывала как надо поры приходилось часто пользоваться другими умывалками она пенилась очень такой резкий запах календулы был и какой-то такой вода само средство напоминала мне какую-то как прямо нефтяное пятно в общем я не знаю мне вообще как бы и формула сама не нравилась и как это наносится и как это действует в общем училась и покупать точно не буду к сожалению не могу посоветовать есть гораздо более лучшие средства которые очищают кожу как-то вот kills очень разрекламировано к сожалению на мне он вообще не работает тут еще рядом у меня лежит вот такой вот спрей от марки ритуалс это увлажняющий мист такой спрей водичка тоже по моему с розой освежающая водичка на каждый день в принципе она была неплохая освежала хорошо но ритуалс марка не дешевая мне кажется можно найти лучшие средства для увлажнения здесь неплохо но слишком дорого то есть перепокупать наверное не буду единственное что мне здесь понравилось так это спрей очень хороший спрей распылял таким как бы облачками как-то пшикал как такой струей а именно облачком хорошо распылял на все лицо не увидела я какого-то эффекта вещь такое для меня как больше баловство приятно пах эффект я думаю можно и за меньшие деньги получить у других средств еще один тоник у меня закончился который я показывал своих покупках летних из сифоры это марка пикси и у меня коллагеновый тоник который я возненавидела всей душой я не знаю разрекламирован очень был тоник glow тоник который я его не пробовала с ретинолом решила взять вот этот коллагеновый разочарование меня постигла тогда когда я обнаружила что здесь составе есть соль и эта вещь очень очень щипала лицо если вы его наносили и вдруг у вас есть какие-то на лице ранки прыщики или не знаю там выдавленные прыщики невероятно щипала очень как-то стягивала в общем я мучилась с этим средством запах у него тоже был не очень не поняла честно говоря хайпа может быть конечно я взяла неправильный тоник надо было брать вот тот с ретинолом возможно я попробую маленький размер его взять следующий раз но вот этот точно не рекомендую вообще мне почему-то не понравился он даже немного как бы подсушивал хотя в составе алкоголя если я не ошибаюсь нет дальше у меня здесь такой лежит сэмпл от марки немецкой коснобели увлажняющие давно уже показывала его рекламировала очень люблю этот крем покупаю его и в полноразмерки в профессиональном размере большом увлажняет действительно классно работает кожа напитанная шикарно действует средство очень его люблю буду всегда перепокупать это мне небольшой был такой сэмпл тоже израсходовала чтобы не валялась тут вот такой маленький лежит у меня крем для глаз тоже достался мне по моему заказе сифора это шанель люлифт очень понравился он мне много как-то я и 3 миллилитра но я им пользовалась на этом месяца два мне кажется он такой был долгоиграющий мало средства надо было действительно разглаживал зону под глазами приятно увлажнял не делал конечно никакие фантастические вещи но мне понравился и я в принципе его бы перекупила хорошее средство еще вот тут сбоку у меня лежит вот эта вещь это будет умывалка а еще одна умывалка у меня от марки коснобель здесь у меня кстати маленький такой объем был travel версия я тоже его использовала чтобы не хранилась люблю вот эту вещь гораздо больше и рекомендую тоже это интенсивное очищающее средство такое умывалка лучше работает чем kills меньше средства надо пенится хорошо пахнет и действительно очищает кожу для жирной кожи но и в принципе для любого типа мне кажется подойдет это средство и абсолютно точно рекомендую еще одно моё самое любимое средство марка резал тайм увлажняющий крем три молекулы три гиалуроновые кислоты очень очень люблю этот крем тоже всегда он у меня есть пустышках рекламирую вот часто это в принципе хорошая французская марка шикарное увлажнение быстро впитывается кстати коснобель впитывается чуть более хуже вот этот впитывается особенно летом или когда вы спешите зимой вам надо быстро это просто находка навсегда советую три молекулы именно крем есть еще у них вариант гель вот такой но я считаю крем гораздо лучше так что да незаменимое средство у меня всегда есть тут еще кстати вот одна малютка такая попалась тоже мне вместе с каким-то набором резал тайм и это эссенция коллагеновая закончилась я ее использовала вместе с тем кремом шикарная вещь купила бы полноразмерку тоже очень мне понравилось очень хорошо работала и увлажняла быстро впитывалась в лицо вообще это в принципе серия у них увлажняющая хорошая так что коллагеновую вот эту с пептидами эссенцию я бы тоже купила обязательно в полном размере чтобы я точно не купила так это вот этот вот кода ли у меня здесь тоник вина пир лосьон для жирной кожи очищающий ну просто алкогольное нечто я не знаю я не ожидала такого откуда ли у меня разные были средства откуда ли вообще их принципе любила линейки и увлажняющие крема и часто покупаю лосьоны там из пьет защитные которые но тут просто я не знаю сделает вам сахару это настолько чувствуется в составе алкоголь даже запах винограда не улавливается насколько этот тоник алкогольный не знаю использовала но не понравилось мне вообще очень агрессивное какое-то средство я не знаю как можно им пользоваться на жирной коже да и вообще на какой-либо другой вот тут вот у меня лежит вот эта маска от the ordinary с салициловой кислотой купила ее тоже на пробу использовала всю 50 миллилитров тут кажется средства да быстро она ушла такая черная засыхающая в принципе ничего хорошая маска если вы боитесь более серьезных масок как вот это вот красная маска кровавая от the ordinary можно попробовать эту черную да она работала высушивала прыщики выравнивала кожу действительный эффект был виден но быстро как-то она у меня ушла так раз на держалась гораздо больше у меня в моей косметичке это ушла быстренько но она такая честно говоря для меня чуть слабовато на лето в принципе мне кажется она подошла бы хорошо так что неплохая такая на четверочку с плюсом я бы и поставила в принципе перекупила бы еще один крем я его даже разрезала это уже тоже показывала много-много раз у меня здесь марка доктор рено французская гель-крем с лаймом у меня профессиональный большой размер покупала его тоже в профессиональном магазине израсходовала почти почти под срок действия к чему несказанно рада это средство я рекомендую только на лето она очень сильно матирует кожу она хорошо регулирует себу в принципе для жирной кожи хорошо в сочетании с их другими средствами такими как умывалкой тоником хорошо работает но мне кажется когда попробуешь что-то уже покруче это такой как легкий варианте ухода за кожей но в принципе ценник у него неплохой марка хорошая твердая четверка я бы и поставила покупать не буду потому что честно говоря немножко уже надоел или зимой он конечно будет подсушивать кожу на лето вот он идеально когда жарко он тогда действует под макияж как вообще такой праймер который выравнивает и даже сглаживает поры летом может быть подумаю его покупки но пока сейчас делаю перерыв но в принципе тоже советую для жирной кожи вот это вот двухфазная смывка еще мне от гарния закончилась тоже маленький размер хорошие вещи люблю точно буду покупать купила сейчас большую банку я в несколько шагов всегда умываюсь точнее я использую гарния вот этот вот мицеллярный гель для умывания полностью и уже остатки макияжа убираю вот этой двухфазной смывкой но потом перехожу уже конечно какой-либо умывалки более такой существенной так что это вещи хорошие мне понравилось и цена на нее тоже приятная раз я уже тут покажу косметику которая закончилась помимо моего project пена тушь лореаль mega volume miss baby roll вообще супер классная тушь очень очень она мне понравилась вот так вот выглядит кисточка она стала засыхать но где-то три месяца она мне прослужила точно у меня черная версия очень очень понравилась вообще рекомендую абсолютно точно купила бы еще снова принципе у лореаль классные туши и это не исключение прямо вот делала ресницы как я люблю и объемные и подкручивала и удлиняла их ну вот все что надо создавала это тушь не делала таких аккуратных повседневных а именно придавала такое более как бы красивый объем и длину еще тут у меня пудра есть от кика которая тоже закончилась в этом месяце эта коллекция веганская коншес веган мэтт паудер оттенок 02 light beige у меня мало здесь было грамм 68 грамм продукта очень понравился мне оттенок хорошо она вообще запудривала принципе неплохая я покупала по скидке тогда цена оправдывает это средство но по полной цене конечно немного дороговато но в принципе вещь хорошая я прямо полюбила и подумывая о том когда будут скидки точно куплю себе еще одну такую еще тут у меня закончился лак для ногтей марка пупа это было по моему какая-то коллекция оттенок здесь 14 но это была по моему какая-то коллекция из трех то есть серии из трех и вот он был один из них тоже брала как-то по скидке но хороший лак у пупы но мне кажется где-то через дня два-три они начинают конечно у меня слезать немножко откалываться но в принципе цвета хорошие в линейке был красивым таким нудовым дополнением к моим другим лаком так что тоже мне понравился в принципе неплохой опиа и все-таки лучше но и кика даже лаки лучше ну вот этот такой средняя троечка с плюсом если будут скидки то тоже может быть куплю но так по полной цене брать не буду еще один крем для рук от марки dfn body works очень очень тоже мне понравился всегда есть моих пустышках это а есть gingerbread запах печеньки имбирный очень вообще или классный сам по себе запах и крем шикарный обожаю люблю всегда покупаю их всегда есть у меня в сумке и дома от самый любимый крем для рук абсолютно точно рекомендую никогда не прогадаешься и последнее средство которое покажу вам здесь это будет вот это вот зубная паста марка крест 3d white какая-то отбеливающая терапия вроде как должно было аккуратно относиться к эмали но в принципе я использую вот эти крест зубные пасты мне они кажутся нормальными зубы у меня тоже в принципе не страдают от их использования это очень много пенилась паста в принципе работала хорошо но классическую линейку люблю больше так что эту могу рекомендовать в принципе как такое аккуратное отбеливание но классическую версию куплю точно эту наверное уже второй раз покупать не буду я надеюсь что я никого не утомила своим обзором все не помещается в кадр но уже как есть это было все на сегодня я очень надеюсь что вам понравилось это видео возможно были полезны мои какие-то отзывы на эти продукты но я хочу попрощаться с вами пожелать вам конечно же хорошего настроения самого-самого крепкого здоровья и отличных выходных ну а мы с вами скоро увидимся всем пока